В Нижегородском ГУВД сегодня прокомментировали обвинение 80-летней бабушки из деревни Шадрина Кавернинского района в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства в особо крупных размерах. Напомню, как мы сообщали, за мак, который рос у Александра Егоровны на огороде, суд приговорил ее к 8 месяцам лишения свободы. Ну, к счастью, условно. Пенсионерка, у которой этот мак рос всю жизнь, до сих пор не может понять, за что ее осудили. У меня здесь цветы. Цветы вот остались, видите? Растут под зиму, зимняки. А он вот здесь вот был. Вот так. А вот мака. Да вот здесь кустик был. Вот. Там был просто как сорняком. Все это произрастало. Оставляю немного для посыпки булочек, для выпечки. У меня двор. И пропадает, когда вот зелень, трава. И я козам даю. У меня здесь гуси. И им даю. Вот ласточка у меня, козочка. Муся. Вот козочка держу. Всю жизнь проработала в сельской местности. Коров доила. Вон, а руки-то какие. И нигде я ничего не нарушала. Нигде. Привлекли к милиции таскать меня, что я наркотики развожу. А мне некогда с ним, с наркотиком-то разводиться. У меня свое хозяйство. Мак, он у нас у всех растет здесь. У всех. Он сеется сам. Он как один раз засеялся, и он будет всю жизнь здесь. Женщина хорошая. Чего? Вот теперь на старость лет вот ее таким-то методом таскают. Так ведь он к корням растет тоже так же, вот как лук, в котором четыре штучки, в котором три побега. Вот вот у корня. Ну вот они их разорвали и вот насчитали. Сюжет о приговоре суда, который мы показали 11 декабря, был недосказан в части позиции полиции. Вот это тот самый участковый, который разоблачил 80-летнюю преступницу. Раскрыл преступление, усадил бабушку на скамье подсудимых и добился для нее на старости лет уголовной судимости. Сам Евгений Жуков тогда отказался от комментариев, ссылаясь на пресс-службу ГУВД. И вот сегодня ГУВД представил свой официальный комментарий. Обвиняемая женщина возделывала наркосодержащие растения не только на открытом воздухе, но и в теплице. В ходе исследований полицейскими экспертами установлено, что культивируя 479 растений мака, гражданка сознательно создавала условия, способствующие их богоприятному росту и развитию, с целью доведения их до стадии созревания. Кстати, мы запросили у ГУВД и фотоматериалы, чтобы посмотреть, в чем же заключалась культивация мака на бабушкином огороде. Но там сообщили, что фотоматериалов у них больше нет, так как они были переданы в суд.